Всем хорошего дня, сегодня рассмотрим и посмотрим на Powerbank Aron Y 208 20 тысяч АМАХ. Мне понадобился большой Powerbank и взор случайно упал этот экземпляр. Покупал его дешевле, чем сейчас он стоит. Никаких быстрых зарядок не заявлено, это и хорошо, потому как это сильно сказывается на цене. Заявленные характеристики. Для тех, кто торопится и не хочет читать до конца, забегая вперед скажу, что он соответствует заявленным характеристикам. Также не будет много тестов, все коротко и ясно. А тем, кому интересно Велком подкат, 1 октября отправили, а на руки получил 30 октября. Один месяц неплохой результат доставки. Отслеживание, пришло в фирменной коробочке, внутри коробочка с Powerbank, подарки, китайский воздух в пакете и рекламный буклетик. В комплекте белый шнурок 80 сантиметров. Дополнительная информация. Продавец вежливо положил подарки, USB лампы и USB вентилятор. Вещи, конечно, копеечные, но все же приятно. Внешний вид Powerbank из очень приятного белого пластика, напоминает софт-тач. По торцам есть глянцевые светло-серые вставки в виде колец. С переднего торца есть два USB, фонарик и один microUSB. Сверху кнопочка, четыре светодиода индикации состояния банки. С нижней стороны характеристики. В руке лежит. Если эти вставки вытащить, то можно разобрать сам Powerbank. Разбирается легко. Кому интересно внутренности. Внутри все очень скудно, мало компонентов, на какие-то сильно умные системы рассчитывать не приходится. Несмытых флюсов нет. Пайка СМД компонентов отличная, а вот все что руками припаяно не очень, криво, но все же крепко. Провода от аккумуляторов толстые, а вот шины между аккумуляторами узенькие. При разборке повредил крепежные лямки. Дополнительная информация. При первых тестах и замерах у меня получилось влить в банку всего 18700 мАх при заявленных 20 тысяч мАх. Но после разборки все встало на место. Естественно я его приварил предварительно подогнав по вольтажу. Емкость после доработки сваркой соответствует заявленным и даже чуть больше. Фото замеров емкости до доработки. Фото снято сбоку, на одном из тестеров единичка не вошла в кадр. А так там 18531 фотографии замеров емкости после доработки не делал, так как это очень долго с учетом того, что мой телефон потребляет всего 1А, в среднем при 2А заряжается 10 часов. При зарядке моего телефона током 1А будет заряжаться 14-16 часов с учетом падения КПД при преобразовании с 3.7 на 5 вольт. Заряд-разряд уходит около суток. Всем скептикам советую считать реальную емкость как 18700 мАх. У меня получилось снять 11 копейками, опять же это цифры до доработки, одна батарейка была не заварена. Аккумуляторы 18650-2500 мАх, 8 штук. Аккумуляторы промаркированы FET 18650-2500 мА, Google про них мало знает, но бренд такой существует, дальше не искал, так как заявленную емкость они держат. Все познается в сравнении сравнения размеров с Xiaomi 10000, Xiaomi 5000, ZMI 5000 и Народный 1050-102. Сравнение работы с Xiaomi 10000 отличий не заметил. Плюсы и минусы начнем с плюсов. Цена на момент покупки 17 долларов в соответствии заявленной емкости красивый вид приятный пластик похожий на софт-тач подарки, хоть и копеечные, но очень приятны минусы. Первый и основной это то, что один аккумулятор был не приварен нормально, максимальный ток на выходе 2.35, если нагрузить 3, а Powerbank уходит в защиту тяжелый. Powerbank покупался для апгрейда аккумулятора ноутбука путем пересадки банок с него на аккумулятор ноутбука, который уже давно больше получаса от батареи не работал. После доработки можно использовать старые аккумуляторы от ноутбуков Powerbank, будет не 20 тысяч амах, а меньше, но все же что-то чем ничего. Зато не жалко дать детям на растерзание. Всем спасибо за внимание, хороших покупок в интернете. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...